Шалом, рэбэ, олег. Шалом, бастер, рэбэ. Рад нас видеть. Да, и не только видеть, но и слышать. Но и слышать, да. Сегодня мяч на твоей стороне. Сегодня ты у нас ведешь нашу дискуссию, твоя тема. Нам всем очень интересно, что же ты приготовил. Да, тема очень простая, незамысловатая, незамысловатая, не претендующая, не красотского губиного. Но я думаю, что очень практичная и свое время. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я бы хотел, чтобы мы сегодня поговорили немножко о суде, осуждении. То есть как бы вот в этом направлении. Не о вечном суде, да, и даже может быть столько там о божьем суде. Но сколько, скажем, о суде и осуждении в нашем внутреннем таком, которое, да, возникает как реакция и так далее на разные происходящие события, поведение людей и так далее. То есть как бы. Что нам с этим делать? Как нам с этим бороться? Бороться ли? И, как говорится, немножко подразобраться, то, что можно вспомнить вместе, то, что поискать. Я думаю, что должно быть актуально. Так, Рыбалях, о суде или об осуждении? Или о том и о другом? Смотри, вот у меня есть, я не знаю, какая у тебя вообще картина, ассоциация, твоя просто, такой простой вопрос, связанная со словом осуждение. Это приговор. Ассоциация, я сейчас не люблю определение. Да, это осуждение, первая реакция, это приговор. Осужденный, то есть приговоренный к чему-то. Ты знаешь, я вот когда начал думать на эту тему, немножко смотреть, моя первая ассоциация, это был вот именно процесс суда. Знаешь, вот, и уже с понятным финалом, где выносятся некие вердикты, выносятся приговоры. Поэтому, когда, например, я говорю о осуждении, то, знаешь, для меня вот как-то внутренне оно звучит, как будто там уже прошел целый процесс. Да, то есть, как бы, и вот, когда мы говорим о суде, мы же знаем, что есть некий поступок, ну, поступок, да, или некое действие, вот, и потом начинается так называемый дебат, да, то есть это то, что, как бы, или это расследование, потом дебаты, там, обвинители, там, как говорится, защитники, и в конце концов есть некий вердикт, некий приговор. Вот, и я хочу, чтобы мы такой простой текст посчитали. Сейчас, одну минутку, Рэболик, смотри. Да. То есть, насчет осуждения, да, то есть, вот, ты говоришь, что для тебя осуждение, оно и процесс в себе суда содержит, и уже, как бы, процесс приговора. Приговор, да. Для меня осуждение – это уже приговор, а суд – это как раз процесс вот исследования до вынесения, да, вот, осуждение, вот, когда я слышу слово осуждение, у меня ассоциация, что человека, вот он уже стоит, да, вот, и ему зачитывают его приговор. После этого он становится осужденным. Кстати, даже в юридической нашей системе, человеческой, да, есть понятие, человек не является осужденным до приговора. Он находится, как бы, под следствием, но с момента вынесения приговора он уже осужденный, да. Вот. Да, ну, скажем, не может быть осуждения без процесса суда. Давай так согласимся посредине, скажем так. Но невозможно. То есть, даже если там мгновенное осуждение, да, мгновенное осуждение, но за ним, на мой взгляд, вот, как бы, если так посмотреть, стоят много глубоких вещей. Конечно. И много процессов. Просто, возможно, даже когда человек уже реагирует, ему уже, как бы, ну, да, в такую тему. Человек реагирует сразу и выдает много приговоров, и постоянно он в таком критическом, осуждающем, как бы, духе, вот. Это не значит, что это не процесс. Просто, возможно, процесс уже настолько, склонность к душе и настолько не ускорена, что человек просто реагирует мгновенно, вынося приговор, но внутри него, то есть, есть определенные процессы, которые происходят, да. Так мы будем и о процессе, и о результате, и о суде, и об осуждении. Ну, я просто не знаю, как это, может быть, это можно разделить, но в моей картике мира оно взаимосвязано. Хорошо, хорошо. Но просто, чтобы ты знал, что для меня это два раздельных момента. Не, я с тобой согласен, потому что вот даже текст, который я хочу, чтобы мы прочитали, очень простой. Иван Леонид Луки, 6 глава, 37 стих, да. Не судите, и не будете судимы, и не осуждайте, и не будете осуждены. Именно здесь слово осуждать, это то, о чем ты говоришь. То есть, это уже окончательный приговор, да, тоже вынесенный приговор. Еще раз, какой текст, Лука? Луки 6, 37 стих. Да. Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. И дальше почему-то давайте, дастся вам. Вот. И, как говорится, про то, как будет даваться. Какой мерой будет даваться. А передать им стих про милосердие отца, да, который милосерден. И мы знаем, что этот же часть этих стихов, они были повторены в Нагорной проповеди, да. Когда Ишуа проповедовал, тоже он приводил эти жести, ну, как бы, скажем так, истины. Провозглашал их. Вот. Что ты думаешь вообще вот о проблеме, ну, вот об этом стихе, может, в частности, и вообще о проблеме осуждения, суда, о котором здесь говорится, да. Потому что мы видим здесь милосердие отца, мы видим здесь определенные такие подходы, призывы к прощению. Что ты вообще об этом думаешь? Перед тем мыслями, первое, чтобы начать. Ну, да, заставляет этот стих задуматься. Ну, и здесь мы видим тоже тут разделение. Есть суд, есть осуждение, да. Как бы, Господь говорит, как о двух вещах, как о процессе рассуждений. Потому что если мы посмотрим слово судите, да, то это же разные слова. Судите и осуждайте, в греческом даже разные. Слово судите, это отделять, выбирать, рассуждать, располагать, решать, делать выводы, приводить к заключению. И последнее значение, конечно, судить, производить суд, осуждать, обвинять. Но тогда это было бы одно слово, да, между судите и осуждайте. Но осуждайте, это другое слово. Осуждать, провозглашать виновным, выносить обвинительный приговор. Как раз то, о чем мы с тобой говорили чуть раньше. Но первая часть говорит о процессе, как бы исследования, до вынесения приговора. Но что удивительно, что меня немножко, конечно, озадачивает здесь, что даже вот этот процесс исследования, выводов, анализа Господь не рекомендует. Мы как бы не видим запрета, но он говорит, если вы не хотите подвергаться тому же, тогда вы тоже этого не делаете для других людей. Ну, как бы, то есть, понятно, это можно. То есть, ты не видишь запрета здесь? Я вижу здесь запрет и предупреждение. Ну, как запрет? Это, если говорить это как о заповеди, потому что это заповедь Нового Завета. То есть, для меня это выглядит как запрещающая заповедь, не судите. И потом ее последствия, и не будете судимы. То есть, ты должен знать, что если ты включаешься в процесс суда, да, то есть, как бы, определенного суда, наверное, не вообще суда, потому что, ну, мы можем попозже еще посмотреть на некоторые интересные места, и списание очень интересные. Но все-таки. Как запрещающая заповедь с последствием. Хорошо, согласен, запрет. Вот, наконец-то ты с собой согласен. Сколько лет понадобилось, да? Кропотливого труда. Какой путь, да. И ношно. Смотри, интересно, вот я просто еще, как бы, в эту сторону, чтобы мы с тобой посмотрели, да. В Евангелие от Матфея приводится этот же, вот, как раз в Новорной проповеди, приводится этот же стих, это Матфея 7.1.2. И дальше там написано, немножко другая фразировка, но мне интересный момент, вот, может быть, на нем чуть-чуть хотелось бы тоже поговорить. Смотри, написано, не судимы, не судите, да не судимы будете, да, надо абсолютное повторение, да, потому что каким судом судите, таким будете судить. Да, то есть это уже такое большее, ну, объяснение, как бы, того, как будет работать, как говорится, если ты обсуждаешь, как он включается процесс, да. То есть какой суд, то есть это уже, как бы, наводит меня на мысль, что суд, он может быть очень разным. Суд, он может быть очень разным, потому что каким судом судите, какими судимы будете, да, то есть это не что-то одинаковое всегда. Да, то есть есть какие-то разные суды, вот, и дальше еще кое-что написано интересно, и это тоже объяснение, потому что толкование на предыдущий стих, как бы, разъяснение, да, больше всего такого стиха, да, и какую мераю мерить, такую и вам будут мерить, вот. Слушай, а вот что ты думал, что по поводу второго стиха, о каких судах, правда, здесь говорится, что такое мера, да, о которой здесь вот именно непосредственно говорит, и что, да, объясняет. Ну, это, на мой взгляд, очевидно здесь. Ну, во-первых, даже если ты никого не осуждаешь и не судишь вообще, ты не сбежишь суда, потому что нам всем надлежит явиться предсудилище Христова, как говорит Павел, да. Но, как ты уже сказал чуть раньше, вот, каким именно будет твой суд, то есть какое будут отношения к тебе, да, какие будут применены, даже, наверное, не вопрос скурпулезности, да, или детализации, потому что вся наша жизнь, она по фрагментам, по миллисекундам зафиксирована. То есть, но это больше, наверное, как атмосфера этого суда. То есть, если ты в своей жизни был милосердным, был снисходительным, терпеливым к другим людям, то на твоем суде будет такая же атмосфера, больше, допустим, того же понимания сострадания к тебе, к твоим немощам, да, милосердия к тебе, да. Вот ты, как бы, формируешь атмосферу в зале твоего суда твоим собственным судом, вот, мне кажется, вот об этом. И мера, конечно, здесь, это мера милости, понимания, сострадания, без компромисса с истиной, да, то есть, это не значит, что мы должны идти на компромисс с истиной, сглаживать, как бы, углы, становиться добрее, чем Бог, нет. Но здесь эмпатия, наверное, основной такой элемент, да, вот, как бы, понимание другого человека, это... Мы же все хотим, чтобы нас тоже поняли, правда, относились с пониманием к нам и нашим недостатком. Ну вот, смотри, вот у меня в связи с этим возникает, как бы, такая мысль, вопрос, да, то есть, вот, даже в предыдущем стихе Иван Детуки мы читаем, там, прощайте, да, это как противовес. Не судите, но прощайте, да, вот, может ли быть прощение без процесса оценки, ну, того, что мы могли бы назвать сейчас судом, да, то есть, как бы, понимание, что произошло, урон, на который тебе нанесено. Тоже ведь процесс суда, когда ты, ну, измеряешь нанесенный урон, да, нанесенные, как бы, скажем так, раны и так далее, то есть, ты же все равно это измеряешь, ты это, как бы, понимаешь, вот, это тоже часть суда, да, то есть, как бы, знаешь, мне похоже на то, что, ну, как бы, так или иначе, все равно есть некий процент, да, в который мы попадаем, и все-таки, что здесь не говорится вообще о, ну, суждении как таковом, как ты говорил, да, вначале, что это, ну, как бы, ну, потому что ты сказал сейчас, что, типа, ну, даже если мы никого не создаем, а это вообще возможно? Никого не осуждать, быть абсолютно безоценочным, никого не осуждать, не попадать под влияние. Давай тогда мы все-таки будем разделять осуждение и суд, то есть, процесс анализа, делать какие-то выводы, по сути, Библия заставляет нас, ну, не заставляет, побуждает нас судить даже наших отцов, потому что она предоставляет нам анализ их жизни, указывает на их ошибки и побуждает размышлять над тем, что было не так, но не осуждать, не выносить приговор им, да. Хорошо, тогда что такое не судить? В данном случае, не судите, это не выносите приговор негативный. Тогда почему разделено, почему просто не осуждайте? То есть, я с тобой согласен, да, что вот именно осуждение, если, ну, как уже говорить, именно, потому что суд, он же может иметь разное окончание, да, скажем так, вот, и может сам даже процесс суда происходить по-разному. Согласись, да, то есть, как бы, ну, грубо говоря, просто даже такой простой светский пример. Вот, судьи купленные, заангажированные, они сто процентов хотят осудить, они не дают возможность каким-то положительным, там, сначающим обстоятельством звучать и так далее, все это нивелируется, это один суд, да, то есть, как бы, другой суд, это когда он справедливый, честный, все рассматривается, это уже другой суд. И вопрос, как бы, тогда, вот, если мы говорим осуждение, то осуждение, это именно обвинительный приговор. То есть, он не смягчающий, не прощающий, и точно по тексту, вот там, где мы в Иоанна Доклуке читали, там точно про обвинительный приговор. Вот, говорит, когда осудили, то это осудили на обвинительный приговор. И это местное исписание, оно еще встречается в двух контекстах, когда Тетр говорит, что вы осудили праведника, во Ишло, когда он говорит тем начальникам и тем, кто принимал участие в этом, вы осудили праведника, да, то есть вы вынесли осуждающий приговор невиновному. Еще одно интересное исписание в этом же контексте, когда Ишло говорит с парисеями, которые осудили нарушивших субботу учеников, она говорит, если бы вы знали, что такое милость, это еще не жертвы, то не осудили бы невиновных. Да, то есть осудили, это, ну, слово однозначно, ну, когда процесс суда завершен обвинительным приговором. То есть можем мы о таком договориться, как ты думаешь, но просто постепенно двигаясь вперед. Если бы, если бы, вот, допустим, у Матфея четко сказано, да, не осуждай, да, то есть не суди, да, и мы здесь можем, ну, то, что Лука разделил эти два понятия на суд и осуждение, и в первом случае, однозначно, это два грязных греческих слова. Да. Первый говорит о процессе. И это же, вот это же слово в Москве. Да. Да, это же слово в Москве. А второе говорит именно о приговоре. Да. То есть как будто бы Господь забирает у нас право и на первое, и на второе. Об этом же, в принципе, Павел говорит Коринфянам, посему не судите никак прежде времени, пока Господь не придет, да. Ага. То есть вот, наверное, здесь, скорее всего, ну, значит ли это, что мы не должны обращать внимание на ошибки других людей, разбираться в этом, делать для себя выводы, учить правильно, запрещать что-то. Тот же Павел говорит Тимофею, запрещаю вещевать со всякой властью, да. То есть есть понятие отлучения от церкви, предания сатане, возможно, то есть есть... И там стоит слово именно суда, что я судил, и как бы, и это уже звучит как приговор. Более того, известное место из Писания, просто если мы на ту сторону идем, 1 Коринфянам 5.12, как он стал говорить, что мне судить внешне, потому что внешне судит Бог, он говорит, да, даже. Не внутренних ли вы судите, да. И это слово о процессе суда. То есть, ну, мы, получается, подошли к определенному парадоксу сейчас, наверное, или как несогласованность определенной, которую нам следует разрешить для того, чтобы, ну, все-таки поговорить о каких-то еще вещах. Что ты думаешь по этому поводу? Как это примеряется или не примеряется? Я думаю, что здесь, ну, просто вот, если, опять же, использовать воображение, как ты уже предложил, да, в самом начале, я могу представить такую картину. Передо мной лежит дело, да, факты о жизни какого-то человека. Хорошие поступки, плохие, да, то есть все вот это. И одно дело, я одеваю очки как человек, листаю это дело, исследую его, делаю для себя выводы, какие-то заметки, да, чему-то учусь. Другое дело, я одеваю очки как судья, наряжаю себя в какую-то мантию, и я как бы... Вот, наверное, вот это второе, где мы берем на себя роль судьи, это неправильно, потому что есть один судья, праведный, да, который имеет право выступать в роли судьи, который исследует дело уже как судья и выносит приговор как судья, да. То есть я не могу как судья ни исследовать, ни выносить, но как такой же человек с такими же слабостями, с такими же недостатками, да, я должен учиться, исследовать, да, но без этой мантии, то есть не одевая на себя мантию. Вот я вижу такую картину, если я сумел объяснить. Я понял тебя хорошо, а как в эту картину вписывается то, что Павел призывает не судиться верующим у мира, а судиться внутри, то есть это говорит же как раз о процессе принятия решений, те места, которые мы прочитали, там тоже это о принятии решений, потому что, например, после 12 стиха того 1 Коринфина идет, извините за такое супероткорение 13 стиха, а в 13 стихе написано, что и так извергните, да, сейчас я его найду, чтобы не попали. Развращенного из среди себя, да. Он, по-моему, немножко... Ага, вы что-нибудь минуты мы к нему судите. Да, внешний же судит Бог, и так извергните, развращенного из среди вас. То есть, ну, это похоже на все-таки, ну, как бы не просто на процесс обучения, я согласен, что это имеет место, и это важное замечание. И я думаю, что оно вообще очень важное для нас, да, то есть как бы потому что, когда мы всегда входим в мантии судьи, направо и налево раздавая приговоры, то мне кажется, что мы попадаем как раз под многие стихи, которые мы прочитали и не прочитали, да, то есть мы сами попадаем под серьезный процесс суд, да, наша жизнь будет рассматриваться под микроскопом тогда, согласно нашего подхода, да, и нашей уверенности в нашем праве судить все и всему выносить вердикты и приговоры, да, то есть как бы, причем мы знаем, что одна из функций суда – это выносить безапелляционные приговоры, да, то есть как бы, ну, грубо говоря, есть апелляция, но если апелляция утвердила, то есть уже пересмотра быть не может после определенных событий, да, то есть как бы есть безапелляционные вещи, мне кажется, это еще тоже нужно. Смотри, мне кажется, что здесь у нас в современном понятии суда есть такая искаженность. Потому что для современного человека слово суд равно осуждение. То есть как будто бы задача суда осудить. То есть наказать. И по писанию так. Осудить виновного и оправдать невиновного. В Торе написано. Что это задача суда? Осудить виновного и оправдать невиновного. Смотри, Андрей, но судит-то не человек. Судит истина. Задача человека показать истину в данной ситуации, которая и судит людей. То есть задача суда рассудить, грубо говоря, вникнув в ситуацию, мотивы и прочие обстоятельства, вникнув в это, вынести как бы вердикт истины. А истина уже как бы она ставит все на свои места. Так вот, судит истина. А задача человека рассудить. Вот в чем задача суда. Не осудить, а рассудить. Потому в древности мы знаем, да, от царей, руководителей определенного определенного ранга ожидали от единственного качества, то, о чем Соломон просил. Мудрости дай, Господь, чтобы я мог судить. А почему именно мудрость ключевая? Потому что, чтобы я мог понимать вообще ситуацию, да, и ясно ее прокомментировать. То есть кто есть кто в этой ситуации, да. Поэтому видишь... у нас просто тут вот есть два слова, мне кажется, важно их соединить. Это истина и мудрость. Потому что как раз даже истиной можно пользоваться без мудрости. И именно мудрость дает нам возможность применять истину правильно в отношении каждой отдельно взятой ситуации, которая сложилась. Потому что если человек можно взять, да, то, что называется буквой закона или там буквой правоты и просто рубашить так и ты не подкопаешься. человек будет звучать очень правильно и его суждение будет очень правым. Но будет ли это означать, что это сто процентов тот суд и тот приговор, который должен звучать сейчас, это может оказаться под вопросом для человека. Да, все это еще раз указывает нам на то, что человек утратив вот этот контакт с Богом лишил себя такого слова как совершенство или святость. Слово святость это не ну как бы мы знаем это не не только о безгрешности это о совершенстве что в Боге допустим правда не не забирает мудрость а мудрость не исключает справедливость как правду да, то есть вот в нем это настолько все сбалансировано а у нас бывает как ты сказал так, что то есть ты либо мудрый либо ты справедливый да либо ты добрый да вот там милосердный либо ты справедливый то есть у нас почему-то эти понятия редко уживаются да в одном сердце а в Господе это все ну он и истина он и мудрость он и милость он и суд бескомпромиссный да который судья который не смотрит на лица то есть все это в нем поэтому он и совершенство поэтому он один имеет право вот этого окончательного суда и окончательного приговора но давай мы тогда может быть такой вопрос мы еще вернемся к этому месту на котором мы состоимся но такой вопрос все-таки достаточно простой но мне кажется что для анализа и самоанализа он полезен почему люди склонны одевать и ходить в мантии вот именно судей я говорю сейчас о верующих не верующих как бы нету сильного смысла какие причины как это вообще заметить в себе как увидеть и увидеть причины которые нас к этому побуждают можем об этом я думаю что тут тоже как бы ответ очевидный когда-то мне рассказывал один человек который служил в армии я в армии не служил по ряду причин но вот когда была дедовщина не знаю там всегда ли это было да или в тот момент когда он служил в армии он заметил один удивительный феномен ну там там же как бы в начале в армии когда новобращенный новобращенный как как это новобранец когда новобранец приходит в армию его подвергают всяческим ужасным унижениям то есть без разницы да без разницы кто ты что ты да так он заметил такую вещь что те над которыми очень сильно издевались когда они были как бы молодыми когда они уже становились как бы старослужащими они издевались над другими такими же молодыми солдатами с еще большей жестокостью казалось бы должно быть наоборот если тебя подвергали издевательством незаслуженным унижением то ты теперь должен быть милосердным потому что ты ты знаешь как это плохо когда над тобой издеваются ты должен проявить милость и поддержку оказать этим же таким же как и ты ребятам год назад всего лишь ты был таким же а оказывается что те над которыми издевались они издевались еще больше это говорит о определенном переносе не знаю как это правильно звучит то есть ты переносишь нет это как перенос когда ты отражаешь от себя то что в тебя вошло то есть ты теперь начинаешь это транслировать на других и если мы видим человека который постоянно несет осуждение в адрес других скорее всего это человек который на определенном этапе тоже постоянно подвергался осуждениям ну это не обязательно так это бывает просто как критичная критичная семья да особенно с детства да постоянно когда тебе когда тебе постоянно указывали на твои недостатки на твои проблемы на твои ошибки да все время и незамечения и слабости скажем тоже мне кажется что такой момент когда человек сталкивался часто с унижением и слабостью где он не мог как бы отстоять каких-то вещей да то есть как бы или силой или там еще как-то и его подавляли мне кажется такие люди они тоже очень склонны вот к такому осуждающему моменту ну да да отражение да как компенсация хотя хотя порой есть необъяснимые вещи вроде бы ну как бы все нормально да но тогда тогда это не начали как не объяснить как просто вторжением какой-то демонической силы в жизнь человека да тогда это уже не ну не просто там обстоятельства которые так сформировали нам тоже надо учитывать что в нашей жизни да то есть есть то что сформировано с годами как характер его надо менять а есть просто демоническое вторжение когда это действительно демоническая какая-то сила которая прямо вот вторглась да хотя и то мы же знаем дьявол он клеветники и обвинники да вот поэтому скажем так что вообще часть осуждения которые приходят да и часть мыслей осуждения чувства осуждения потому что мы знаем да это состояние как бы это же не только некий мыслительный процесс но это некий чувственный процесс который человек переживает ну с разной интенсивностью в зависимости от ситуации да то есть что часть этих мыслей и часть этих чувств это даже не человеческое не наше не наш характер это просто прямо то что враг пытается вложить нас по многим причинам ну как бы во первых наверное потому что он тогда делает нас своими сосудами в этот момент на этот момент да ну а во вторых он же знает что если мы становимся в такую позицию в такое состояние то мы сами открываемся для суда и наша жизнь тогда ну как бы как 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 вывести нас из-под милости да это как помнишь тот же Валаам который научил Валаака как как вывести Израиль из-под милости просто побуди их к греху да то же самое здесь ну знаешь это даже так же самое как с антисемитизмом понимаешь то есть как бы враг знает если люди попадают под действие духа антисемитизма это поражение проклятие для человека народа народа семьи это поэтому это и одно из самых согласно описанию серьезных проклятий и поражений поэтому враг как бы втягивает в это и кстати вот если мы говорим о демокрическом моменте ведь на самом деле ну как мне кажется что у духов есть одна задача не только что-то нам новее сейчас конкретно да и не только что-то может сейчас но и сформировать склонность души и твердыни мышления чтобы это осталось нами поэтому когда человек не различает например демоническое влияние или находится под определенным демническим влиянием это исполняет его и это формирует определенным образом и поэтому когда человек часто принимает вот такое обвинение вот такую уж да причем на данном случае селой бесы и заражают нас то если мы часто находимся в таком обществе принимаем это внутрь начинаем это транслировать то это формирует уже нас это уже формирует как характер такого судьи есть еще один пункт на который знаешь хочется обратить внимание в этом отношении написано что сейчас я откроен и так неизвинителен ты всякий человек судящий другого да ибо тем же судом это опять-таки повторение его каким судишь другого осуждаешь себя и дальше написано что-то очень интересное потому что судя другого делаешь тоже знаешь мне кажется такой я слышал два толкования на этот стих да и ну первое понятно и мне она мне кажется причина почему люди одевают манки судить потому что люди обвиняют другие таким образом защищают я правду себя ну видишь здесь Павел говорит как бы о такой вершине лицемерия и такие вещи ну как бы уже человек делает осознанно ну да возможность той мотивации которой ты сказал потому что видишь чаще всего человек осуждает другого за то что он сам не делает вот он в этом хорош да а кто-то в этом слаб и он как бы осуждает да то есть использует свои сильные стороны сравнивая свои сильные стороны слабыми стороны другие без какого-то анализа ну контекста ситуации жизни человека нюансов и он делает то есть самим себя в этот момент мир иван ну как бы сюда если я такой я могу типа что ты не такой то есть да он смотри получается что чаще всего за осуждением и за таким видом осуждений как критика а критика это тоже определенная форма осуждения стоит такое утверждение что я бы сделал это лучше всякий раз когда мы кого-то критикуем мы как бы заявляем что я бы лучше это сделал лучше бы спел лучше бы помолился лучше бы раскрыл эту истину когда мы осуждаем проповедников или там еще кого-то лучше бы руководил лучше бы распределился деньгами лучше бы это лучше бы то всякий раз за нашей критикой стоит утверждение что я бы это сделал лучше и в таком случае если мы допустим не можем это сделать или мы так же плохи то здесь мы как бы более милосердные нам не свойственно осуждать или критиковать людей за то где грубо говоря у нас у самих рыльцы так сказать в пушку но то о чем ты прочитал то есть это вообще вершина лицемерия когда человек сам в этом находится в проблемах но при этом публично публично непоколебимо осуждает это в жизни других людей поэтому господь и говорит не извинителен этот человек да то есть любое осуждение еще одно толкование на этот стих очень интересное и на мой взгляд оно имеет право быть что тот момент когда мы таким критическим образом осуждая приговаривая осуждаем других то мы открываем свою жизнь для искушения подобного ты не слышал такое толкование да да фуниф что ты думал невозможно ну прямо как закон что всякий раз ты что-то там открываешь знаешь или там наоборот закрываешь я бы не утверждал хотя некий принцип в этом я думаю есть та же история с Петром который сказал все предадут а я не предам и сразу же мы видим реакцию Бога да ну помнишь мы когда-то говорили что может быть если бы он это не заявил может быть Господь по-другому бы указал ему на эту проблему в его сердце да которая была уже была да просто вскрылась скорее всего что да всякий раз когда мы публично кого-то осуждаем мы можем подвергнуться подобной же ситуации ну опять же с целью какой с целью того чтобы мы увидели что у нас нету права судить и тем более осуждать то есть у нас морального права на это нету потому что мы никто из нас не обладает совершенством и поэтому не обладаем таким правом вот ну смотри хорошо возвращаемся тогда к моменту на котором мы немножко так людей заинтриговали я так думаю и сами как бы его открыли для себя такой парадокс противоречия что с одной стороны не судите а с другой стороны ну как бы получается все-таки что у нас есть какая-то ответственность мы даже читали там стихи определенные по этому поводу что все-таки есть ответственность которую тоже можно назвать судом да так все-таки какое решение этого вопроса давай 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 мы давай мы уберем мыло и чуть яснее про как бы проясним в плане мы мы должны производить суд по по писанию над другими людьми или не должны потому что один текст говорит нет не суди и даже не рассуждай то есть не рассуждай и да и тем более не выноси приговор и павел потом говорит да не судите никак прежде времени пока господь не придет не осветит скрытое то же самое время ты зачитал тексты что мы судим внутренних есть еще помню послание к евреям там где говорится наблюдайте чтобы среди вас не было того кто лишился божьей благодати да чтобы какой-то горький корень не ствердил многих то есть исторгайте развращенных из среды себя то есть как будто бы бог говорит не я буду это делать ребята вы должны это делать да и наблюдайте чтобы среди вас не было это ответственность лидерского состава церкви общины раввина его наставников наблюдать за людьми и в определенных ситуациях рассуждать выносить вердикты приговоры если нужно исторгать развращенных да и причем что интересно что и судите ну как бы внешне да оно как раз это же в одном послании то место которое в писании не судите никак преждевременно и потом что мне судить внешне да не внутренне криво судите это из одного послания с разницей в одну да то есть как бы Павел запутался ну не знаю запутался ли он но нас точно запутал да так судите он умеет он умеет так судите или не судите да что ты думаешь по этому поводу ну по этому поводу есть еще одна непростая картина в Евангелии от Иоанна это когда Господь воскреснул собирает своих апостолов 20 глава Евангелия от Иоанна с 21 стиха Иисус же сказал им вторично мир вам как послал меня отец так и я посылаю вас сказав это дунул и говорит им примите Духа Святого мы помним я помню мы когда-то с тобой говорили об этом что это слово дунул это не просто что он как бы дунул на них знаешь как мы дуем в микрофон бывает в зал нет он вдохнул в них то есть скорее всего он на каждого вдохнул это очень похоже на то что было в начале когда Бог вдохнул дыхание в ноздри то есть он вдыхает в них новую жизнь да говорит примите Духа Святого но вот 23 стих кому простите грехи тому простятся на ком оставите на том останутся как будто бы теперь Господь передает им это право или эту ответственность как прощать грехи людям то есть снимать с них вину и открывать для них доступ в благодать и в царство так и оставлять вину на людях и таким образом закрывать им доступ к благодати и царству согласись текст ну такой непростой заставляет задуматься причем что мы помним да вот этот дикий ужас фарисеев когда они услышали когда Ишуа сказал прощаются тебе твои грехи знаешь у меня такое ощущение что у них волосы на голове зашевелились и они сказали как кто вообще имеет право прощать грехи людям да то есть если если грех тут надо еще важно понять одну вещь если грех сотворенный человеком это прежде всего грех против бога да то есть когда человек даже грешит против человека это прежде всего грех против бога да то кто может прощать грехи совершенные против бога кроме самого бога ну допустим я не могу простить кого-то кто обидел тебя то есть это личное между тобой и тем, кто против тебя совершил проступок также. Поэтому фарисеи тогда очень искренне возмутились, кто вообще имеет право взять на себя ответственность, прощать грехи, которые сделаны против Бога. Но Иисус еще имел право прощать грехи, сделанные против Бога, потому что Он и был самим Богом, воплощенным Богом. Но в этой истории мы видим, что Он теперь передает эту ответственность или право своим последователям, своим апостолам и в какой-то мере всем вообще церкви, то есть верующим людям, то есть церкви передается право прощать или не прощать, снимать грехи или оставлять. И это достаточно сложный, на мой взгляд, момент. Есть у тебя какое-то понимание, как это можно понять? Мне кажется, что ключ в стихе, где написано, что как послал меня отец, и я посылаю. Да, потому что мы понимаем, что Иешуа был воплощенным Богом, и в том числе и в человеческой природе это прошел, будучи полностью послушан Отцу и все, что Он делал, являл, прощал. Но чтобы вы знали, что и Сын человеческий, помнишь, Он же там как раз в этом стихе. На земле имеет власть прощать грехи, да. То есть как бы Он говорит, это как раз в таком интересном ключе, как Сын человеческий, имеет власть прощать грехи, то здесь для меня ключ, это то, что я не делаю ничего сам по себе, но пока не увижу Отца Творечего, да. И это же абсолютно приложается как раз к этой истине. Потому что, согласно еврейского, библейского умышления, в послании он являет пославшего, представляет пославшего, он представляет волю, он отождествлен в пославшем его. То есть он не может, ну понятно, что можно быть самозванцем, и прийти и сказать, я посланник, но провозгласить не послание пославшего тебя. Но тогда ты уже и не во власти посланника. То есть как бы, поэтому здесь для меня вот ключ, что как меня послал Отец, я послал Его. То есть когда мы действуем в рамках послания числа и пославшего, его воли, его слова, то понятно, что мы можем тогда говорить и провозглашать. То есть задача посланника – провозглашать не свою волю, не свой суд, но волю и суд того, кого он представляет. И здесь важный момент. Вот ты сфокусировал, и очень классно, внимание на том, что как Отец послал меня, я вас посылаю, то есть вы теперь мои посланники. Но вот этот момент, примите Дух Духа Святого, тоже очень для меня важный, и что он вдыхает. И теперь, теперь такая картина, теперь внутри тебя нахожусь я. То есть судья теперь в тебе, но не ты. Это очень важно понять. Судья в тебе, но этот судья не ты, а Дух Божий, живущий в тебе. И теперь через тебя Бог проявляет свою волю в жизни людей, в прощении грехов или в осуждении. Но это не твой суд, не твое оправдание и не твое осуждение. Твоя задача единственная в чем услышать вердикт судьи, и там, где он милует, провозглашать милость, там, где он судит, провозглашать суд. Но это не ты. Судья не ты, но судья в тебе. Вот это принцип, который мне объясняет, что же значит не суди и суди. То есть ты не можешь судить, но внутри тебя Дух Святой, который судит, и ты должен провозглашать всего лишь, провозглашать его суд. Для этого ты должен знать его, опять же, знать тексты, знать принципы царства, и в то же самое время, как бы по Духу, уметь различить его волю в той или иной ситуации. Смотри, и в добавление к этому мы привели как раз в послание Коринфянам 4-ю и 5-ю волю, где с одной стороны Павел говорит, не судите никак в то же время, а с другой стороны он говорит, что внутренних судит Бог. И здесь как раз тоже решает, показательно, это ситуации, о которых идет точь. В первой ситуации он говорит о себе, я как раз служитель, и он показывает на себе, и на примере, по-моему, Аполоса, да, вот, это предложил я, да, и на примере Аполоса, что, как бы, он говорит, я не служу о себе сам, мне для меня мало, что как судить обо мне, вы в каком смысле, то есть исполняю я свое служение, и там, как называется, служение, свою миссию, да, выполняю ли я ее в полной мере, в правильном мотиве, да, и он как раз говорит, что окончательный суд, который все измерит, он будет тогда, когда придет судья праведный, и вскроет все мотивы, и вскроет все, что мы не видим, и поэтому он говорит, ну, как бы, здесь об одной ситуации, а когда в пятой главе, уже буквально немножко дальше, он переходит к тому, что явно произошло в общине, явный грех, то, что совершенно явно по Писанию, явно по, ну, как бы, по Слову Божьему, и где это не было никакой реакции общины, причем интересно, да, он же говорит им, получается, в четвертой главе о том, где, скорее всего, они судили его и поддались, потому что мы знаем, что послание к крестам, это защищающиеся послание, которое защищает апостольство, да, апостола Павла в том числе, вот, и первое, и второе, как бы, где он, ну, явно отстаивает тот и дел, и то, что Бог ему доверил, свое служение, как бы, да, перед своими духовными детьми, и получается, что они его судили как апостола, судили какие-то вещи, которые они не должны были судить, а то, что было у них под носом, явный грех, на который община должна была отреагировать, и, ну, не сразу, наверное, там как-то выкинуть человека, сто процентов, говорить, увещевать, ну, то есть, какие-то делать шаги, и в конечном счете, как бы, принести то, что называется, да, там, общинной дисциплиной, да, то есть, как бы, чтобы защитить общину, они этого не делают. Комара отцеживаете, а верблюда поглощаете. Да, очень интересно, да, то, что об осуждении, что как раз получается, что если человек захвачен безбожным критическим духом, и когда он критикует то, на что он не имеет права критиковать, и то, как он, и то, как он не имеет права критиковать, осуждать и судить, это лишает, как будто его, вот так ты смотришь, это как будто лишает ему силы видеть то, что ему нужно различать, рассуждать, реагировать, и в конечном счете правильным образом, как бы, это, ну, может быть вопрос, который выпадает отсюда. Мы, как люди, которые все-таки, с одной стороны, могли быть, что-то и у нас, но с другой стороны, мы знаем, что это сочетание, ну, и борьба двух природ, пока мы на этой земле, это одна разная природа, в разный момент, ну, времени проявляется, да, в нас, и берет силу, и более сильное в нас. Как нам все-таки, вот, быть аккуратными в своих суждениях, там, где мы имеем на них права, и как все-таки, как ты думаешь, как себя безопасить, чтобы надать возможность не Божьему осуждению внутри нас, да, выглядеть, как Божье, праведное, правильное, знаешь, как бы, как все-таки, не перепутать, как говорится, что, ну, немало можно, что бы могло помочь. Но здесь, это собирательный образ, его можно собрать из всей нашей дискуссии, то есть, это, во-первых, носить в своем сердце атмосферу милосердного суда. Вот если мы говорим, что на твоем суде будет такая же атмосфера, но на твоем личном суде, когда тебя будут судить, будет атмосфера, которую ты создал своим собственным судом, то есть, тебя будут судить твоим собственным судом, и к тебе отнесутся именно так, как относился ты, да, то есть, ну, как бы носить в своем сердце атмосферу милосердного, но не искажающего истины суда. Это первый момент. Это как состояние. Да. Может быть, пару таких практических пунктов у меня к этому, да, то есть, как все-таки нам милосердными быть в этом отношении, потому что это же вопрос процесса. Вот это как раз вопрос процесса, да, потому что конечный итог осуждения, да, уже обвинений или приговора, или этот приговор милостивый или немилостивый, зависит от того внутреннего процесса, который есть у нас, да, от того, как он протекает. И вот есть, на мой взгляд, вещи, которые, вот они, библейские, еврейские традиции, есть пару простых пунктов, которые, может быть, помогут здесь. Первый принцип, очень такой простой, знаешь, во Второзаконе написано, что если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог дает до жительства, что появились в нем нечестивые люди среди тебя и соблазнили жителей города, пойдем служить другим богам, которые вы знаете, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси, точно, точно ли это правда. Вот как бы, знаешь, для меня уже здесь есть определенный принцип. То есть, это нельзя быть скорым, нельзя быстрым быть в этом отношении, то есть, как бы выносить какие-то критерии. даже если мы услышали что-то и даже если мы увидели что-то, то здесь появляется некое серьезное ответственность. Разыщи, исследуй и хорошо расспроси, да? То есть, есть три уже глагола, которые говорят о том, что перед тем, есть три глагола, которые уже нас как бы подталкивают к тому, что мы должны исследовать, исследовать с разных сторон и проверить всю информацию, прежде чем вынести какое-то суждение. Уже одно это поможет нам увидеть ситуацию не однобока, не критично, не только в духе того, если ты услышишь, да, что-то пришел сказал или что-то мы увидели вне контекста и мы спешим, да? Но если мы начнем расспрашивать, исследовать, опять-таки, важный вопрос, может быть, это в дополнение к конкурсу, насколько это наша ответственность реагировать вот на то, что мы сейчас видим, слышим и какая, насколько это наша ответственность не для себя даже, а тем более для других выносить окончательно осуждение по этому поводу. Я вот думаю, что как там написано, что прежде времени это еще значит про окончательное осуждение. Знаешь, то есть как бы, когда ты уже это как окончательный приговор, без поворотов, да, я думаю, что любые осуждения наши, они все равно временные, если человек покаяется. а если, ну, например, ну, да, то есть, я-то тоже как раз во втором послании Коринфицина Павел говорит, все, хватит с него, примите его, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью, потому что он покаялся, и вот вы, у вас такие процессы произошли, да, то есть не может быть окончательным осуждением. И еще, просто два таких простых момента, которые, кстати, Левиц Хагбертический, знаешь, как он говорил, он говорил, что праведник оправдывает. Вот интересно у него такое выражение. Он известен тем, что, кстати, как тебе выражение? Праведник оправдывает. Ну, нормально, да. Мы это видим на примере Авраама. А что именно про Авраама? Можешь сказать? Ну, Содом, Гамора. Да, реакция на то, да. Не, ну, то есть, не, не мочить, то, что помнишь, так, давай огонь с видимом, вы не знаете такого духа, вот в чем проблема. Да. И Левиц Хаг, он был известен тем, что он постоянно искал вот оправдание, ну, как бы, весь история идет, как в самый строгий пост Юн Кипура он со своими учениками шел, я не помню, я тебе рассказывал, и увидел одного еврея, который прямо на улице, публично, ел курицу. и он всегда непонятно, он остановился, и все смотрели, как же Левиц Хаг сейчас будет реагировать, и он говорит, уважаемый, я просто уверен, что вы, наверное, просто забыли, что сегодня такой строгий пост. Он говорит, нет, и ее сдать. Люди продолжают наблюдать за реакцией Левиц Хага. он говорит, уважаемый, я думаю, что тогда вы, наверное, больны, и ваши врачи заплатили вам поститься, и поэтому вы сегодня едите. Он говорит, не, я просто ел, хочу есть, не ел. Ну, и все уже приготовились к какой-то реакции, как бы, Левиц Хага. И он говорит, боже, посмотри на твой народ Израиля, где даже грешный человек не ищет оправдания своим векам. То есть он даже в этом увидел что-то хорошее. Вот как раз еврейская традиция, она очень интересная, на мой взгляд, очень здравую вещь у нас. Судить о человеке с лучшей стороны всегда и думать о человеке хорошо до тех пор, пока можно о нем хорошо думать. То есть вот прямо когда у тебя нету каких-то фактов или факты противоречивые, или все равно ты выбираешь сначала думать о человеке хорошо, найдя ему оправдание, найдя какое-то объяснение для себя, да не спешить вот с таким вот приговором, а судить всегда вот с лучшей стороны о человеке и находить ему оправдание. Есть истории, я могу прочитать, но я не знаю, где есть у нас на это время. Суди каждого человека с положительной стороны. однажды человек послал сына к соседу и сказал иди скажи, мой отец говорит, одолжи мне меру пшеницы. Сын пошел к соседу, который как раз в это время мерил пшеницу. Сосед сказал, у меня нет пшеницы. Сын рассказал об этом и сказал, возможно, эта пшеница относилась ко второй десяти. Потом он сказал сыну, иди скажи, мой отец говорит, одолжи мне талант. Сын пришел к соседу и увидел, что он считает деньги. Сосед ответил, у меня нет имены. Сын вернулся и сказал, отец, я видел его считающим деньги, но он сказал, у меня нет имены. Отец сказал, возможно, он считал деньги, данные ему на хранение. На улице два соседа встретились, один сказал другому, когда твой сын пришел ко мне и увидел меня меру пшеницу, а я ничего не дала, что ты подумал обо мне? Другой ответил, я подумал, что это было зерно из строя десятилетий, а деньга, я решил, что эти деньги тебе дали на хранение. Сосед подтвердил, в действительности все было так, как ты говоришь, ты не уклонился ни влево, ни вправо, осудил каждого с положительной стороны. Знаешь, то есть такая интересная история, которая иллюстрирует то, как в действительности перед тем, как вынести какое-то суждение, вот наша мерила, помнишь, есть место вписание, что мерзость перед Господом, гири, меры, которые неправильны. И вот очень важный момент, что наши внутренние вот эти мерила, на которых мы все взвешиваем для эмоционального, они могут быть повреждены в основном и тогда мы можем взвешивать и мерить, какой меры мерить, неправильно поступки людей, и тем более вот тоже такой простой что апостол Павел говорит, что вы имеете право судить дела житейские, и это тоже важный момент, выносить приговор о деле или о человеке, о конкретном поступке на конкретное время, или о человеке, о личности, как бы приговаривая и запечатляя его какими-то вещами, и, как ты уже говорил, в каком духе, в каком духе мы судьбим, говоря даже правильные вещи, такой наш мотив как суда, вот, вот мои мысли, соображения, что бы ты сказал, да, это прекрасные советы, дело в том, что осуждение, ну, тот пример, который ты привел, последнюю историю, она говорит, что этот человек сумел защититься, защитить свое собственное сердце от осуждения, которое его бы отравляло, то есть, всякий раз, когда мы осуждаем кого-то, если мы не умеем защищаться от этого, мы впускаем в свое сердце гниль, кислоту, да, которая потом нас разъедает, да, и это же задача врага, заставить нас осудить, чтобы потом нас самих подвергнуть суду, поэтому, вот, умение не осуждать или не осуждать прежде времени, да, то есть, это, это великий, великий дар, великая блага для нас, которому мы должны учиться, позитивному мышлению и прочему, но есть все-таки ситуации, да, будьте милосердны, это же контекст, будьте милосердны, как и отец, ваш милосердник, да, то есть, этому нужно учиться, потому что, ну, особенно, если мы говорили, что, если ты в своей жизни подвергался постоянно какой-то критике, осуждению со стороны родителей, там, педагогов в школе, друзей, то это, знаешь, вот впрыскано в нас, как говорится, с молоком матери, и мы это потом транслируем на других, но нам... Болький корень, да? Да, нам надо учиться, смотреть на вещи позитивно, но при этом нам нельзя забывать, что все же на нас лежит ответственность также и провозглашать Божий суд. Мы не можем быть людьми, которые только, знаешь, вот такие позитивные, которые на все смотрят вот с такой, как бы, то есть, с таким оптимизмом, потому что мы можем в таком случае быть добрее, чем Бог и приносить разрушение в его тело. Мы же говорили, что, да, истор неразрущенного, смотри, чтоб не было, но, то есть, при этом, как бы, возвращаясь в то, что мы говорили раньше, мы должны понимать, что судим не мы. То есть, наша задача, во-первых, не торопиться судом, не судить прежде времени, обращать внимание на факты, не на домыслы, не на сплетни, тем более, убери наушника от царя, да, который нашептывает, потому что он лишает царя мудрости, он формирует у него предвзятое мнение, да, накручивает, да, именно накручивает. И ты уже слышишь сквозь чьи-то, чьи-то мысли, чьи-то шепот, какие-то свои негативные эмоции, симпатии или не симпатии, да, то есть, поэтому наша задача провозглашать Божий суд, то есть, в оправдание или в осуждение кого-то, но это не должно быть нашим оправданием или нашим осуждением, то есть, наша задача услышать от Бога, а для того, чтобы услышать, нам нужно уметь обнуляться от своего суда, да, вот эта способность обнулиться, да, и опять же, расположить себя в милости, потому что нам это труднее, да, вот нам нужно прилагать старания в том, чтобы располагать себя в милости к людям, да, но при этом, ну, как бы, не закрывать, ну, ты понимаешь, да, то есть, вот эти, потому что суперблагодать и все это, это же, кстати, в какой-то мере оттуда ноги растут. Нет, так ты не уклонился, вот интересно, ни направо, ни налево, да, да, ну, вот, ни направо, ни налево, вот, как бы, вот этот вот момент, то есть, ты не, да, ты знаешь, последний, последний какой момент, есть же, просто еще процессы, связанные непосредственно с нами, с ущербом нанесенным нам, и вот об этом написано, что конец такого суда, прощайте, да, и прощены будете, да, то есть, как бы, вот, библейский призыв в отношении, то есть, мы не обесцениваем ущерб, мы не, ну, как бы, понимаем, что произошло, и понятно, что здесь нужна Божья благодать, но как раз то, к чему мы должны здесь стремиться, это прощение, это тоже такой важный пункт, а не просто приговор, вот, да, смотри, но опять же, прощение, особенно если нанесен ущерб, прощение, это не всегда обнуление, это, это возможность, ты даешь человеку возможность исправить свою ошибку, то есть, покаяться, если он распускал худую молву, сказать, что он был неправ, признаться, публично признаться, если он украл, он должен вернуть, то есть, ты своим прощением даешь ему возможность исправить ситуацию, да, или есть еще один момент, важный в этой ситуации, потому что человек может продолжать распускать худую молву, наносить нам ущерб, вопрос, в каком мы состоянии по отношению к этому человеку, мы пустили в свое сердце ненависть, мы, как бы, это не значит, что мы должны, ну, просто не знаю, там, понятно, что Дух Святой покажет, может, нам нужно будет какие-то сделать действия, которые просто в Божьей любви, которые должны просто, да, собрать угли, как написано на голову, там, этого человека, переносно, если мы с этого слова, то есть, притронуться к его совести, но иногда это значит, что мы должны отдалиться от этого человека, но при этом, когда мы думаем об этом, это же тоже процесс суда, оцениваем это, какой в конечном счете мы выносим для себя, в каком мы состоянии остаемся, и что мы, какую мы ставим печать, да, мы говорим, Господь, это твое дело, я молюсь о милости для этого человека, даже если мне трудно и неприятно, да, то есть, вот это конечное осуждение тогда, вот это конечное осуждение, процесс и конечное осуждение, вот как бы еще на это дело. Ну, да, не жаждать крови, не жаждать мести, наказания для этого человека, да, то есть, смотри, тут еще важный момент есть, когда говорится о любви, там есть такой необычный момент, то, что Павел говорит о любви к Ринфянам, он говорит, что любовь не радуется неправде, а сорадуется истине, Это когда ты Понятно, что человек может радоваться неправде То есть ошибкам других людей Когда, знаешь, у него конфликт с кем-то И он потом видит ошибки Сбой в жизни того Что-то пошло не так И он так потирает руки А я говорил А я уже давно говорил Вот пришло Не радуется любовь Когда видит неправду Или даже поражение Но она сорадуется, когда видит истину Победу, изменение Даже если ты уже давно Следишь за кем-то с прищуром И только ждешь его ошибки Чтобы сказать, вот, я так давно говорил Это неправильно То есть, ну Допустим, Давид плакал Над смертью своего сына Который столько сделал боли ему Над смертью Саула Над смертью Саула То есть, это не победа Победа, если человек исправился Победа, если он вернулся на правильный путь Вот победа Если он восстановился Если он изменил Вот это победа А любое поражение Даже если этот человек Тебе принес ущерб Его гибель Не должны тебя радовать Потому что они не радуют Бога В любом случае Это торжество зла Мы не должны торжествовать Вместе со злом На мой взгляд, опять же Хотя в итоге Конечно, праведники Восторжествуют Над беззакониями Теми, кто Но это будет уже Окончательный суд Который сотворит Господь Который есть Судья праведный Который учтет Все-все-все нюансы Все высадит во мраке Не только Плохое, но и хорошее То, что мы не могли знать Я верю, что этот суд Он учтет Он настолько будет И милостивым И справедливым Вот это вот сочетание Оно будет невероятным Потому что мы Ну, можем не учитывать Всех смягчающих Обстоятельств В жизни человека Который будет учитывать Бог Потому что Он милосердный И Когда мы читаем Какое имя Он провозгласил То Да, вот Моисей Там восемь составляющих Из них семь Связанные С супермилостью Любовью Ухращением И только один С осуждением Поэтому Это его природа Поэтому И в нас Должна быть Это природа Того судьи Который внутри нас И мы должны Конечно Смотреть Стараться смотреть На ситуацию Через призму Его природы Его мотивации Его характера Его принципов Но нельзя Впускать Ненависть И злобу В свое сердце И брать на себя Функцию Осуждающего Судьи То есть Сложная Сложная тема Сложный немножко разговор Но вот пока так Я думаю Что в этом Сложном разговоре Есть главное Пищи для размышлений Поэтому Даем возможность Нашим зрителям Размышлять Рассуждать Молиться Критиковать Но не сильно Осуждать Критиковать Без осуждения Вот это правильно Ну да Это можно Будем рады Всем отзывам И замечания Продолжение Да Окей Хорошего 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 Времени Благословений Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат